расскажу небольшую историю про сапожника 1 жил-был сапожник и стучал вот эти вот сапоги делал обувь и жил-был сайт да такой параноик царь простой царь вот с простой такой мании преследования заговоры там власть отберут у него там и вот царь переживал за это всегда и решил переодеться пойти в народ послушать что там о нем говорят что там происходит и вечером шел и увидел вот этого сапожника а сапожник так столик накрывает там салатик нарезал там поставил рюмочку чего-то там довольный сидит поет радуется богославит такое и выпивает кушает и этот царь ему говорит ну переодетый ты чё радуешься чуть ну чему радуешься интересно говорит дачу я рубль заработал сегодня вообще день так прошел классно вот решил все купить овощей там выпить что-то так хорошо вообще слава богу царь думает блин да как так одним все другими чего вот я тут хожу переживаю все эти заговоры боюсь вообще короче жить не могу спать не могу есть не могу ничего не был за каждый свой дворец переживаю за все это волнуюсь короче возьму короче указ все пришел там туда свое царство указ говорит все сапожником налог подняться ну и там через время опять идет переодетый царь также идет ну и смотрит опять видит этого же сапожника он тоже сидит столик накрывает у него там вообще так все хорошо он радуется там венца взял там не знаю там рыбка там у него все дела довольны радуются поет бога славе вообще царь твой да что такое что же что же не так ты ты сапожник ты чё ты чё радуешься ну чему тебе радуется тот говорит да я уже не сапожник давно я грузчик уже я вот грузчиком начал подрабатывать и так понравилось столько столько всяких товаров новых можно там получать столько всего там дела вообще в гору пошли слава богу говорит царь да ты чё вообще короче чё делать говорит указ новый едет в царство свое указ надо запретить поступать на работу как без документов должно быть там какая-то высшее образование печать царя все дела хорошо ну и опять встречает он этого также встречает этого сапожника сапожник уже ну думал как бы чё делать пошел на службу к царю ну туда в военным да мы то пойду военным раз ну тяжело ничего не умею пойду военным буду и пришел на службу и царь его спрашивают ты вот как уже тоже переодет и также спрашивает ну как как у тебя как вообще дела идут что там говорит да вообще все классно вот сейчас клинок вот этот вот меч короче свой заложил и сейчас вот деньги сейчас пойду куплю тоже там себе ужин поляну накрою чё одним днем живем слава богу вообще кайф такой погода царь думают да ты чё вообще что ли клинок как ты клинок заложила как служба он говорит а я вот эту ручку говорит отломал ручку вставил как сам клинок вот само остриё заложил короче ну когда то что мне царь деньги заплатит я это я как бы рассчитну выкуплю назад царь думаю да ты чё ну вот он какой опять ему все мне ничего и говорит ладно на следующий день построение вся армия стоит и там казнь какая-то и и он вызывает говорит вот этот преступник виновен его надо казнить и вызывает нашего сапожника и говорит давай ты выполняй приказ сапожник выходит и говорит вот я такой человек вот жизнерадостный вот царя люблю но я еще бога люблю и вот как бы ну не могу я убить человека и говорит я с радостью вот как бы исполню прекрасно приказ царя но если богу угодно и вот но если богу не угодно то пусть он покажет мне знак какой-нибудь вот если я достану сейчас мечи там нету острия вот нет меча то значит богу не угодно и достает мечу а там нет острия и вся армия всего нифига себе там все вы царь естественно говорит ну ты молодец вообще иди ладно живи своей жизнью какой-то молодец ну хорошего всем дня